Соревнования по праву называют международными на военные игры. В город-герой приехали участники из Венесуэлы и Ирана. На протяжении недели они будут соревноваться с российскими сборными в мастерстве водолазного дела. Россию на соревнованиях представляют три команды. Сборная МЧС России, военно-морского флота и добровольная организация содействия армии, авиации и флоту. Готовиться к военным играм они начали за несколько месяцев. Говорят, к набору команд подошли с полной ответственностью. Выбирали лучших из лучших. Мы отобрали здесь водолазов по профессиональному отбору, по готовности. Здесь не только профессиональная подготовка, но и физическая, так как это военные игры. Здесь есть элементы, которые не совсем свойственны для МЧС. Как-то полоса препятствий, плавание с оружием и так далее. Поэтому пришлось выбирать таким образом, чтобы были и профессионально подготовленные, и наиболее подготовленные, и физические. Чисто профессионально мы выглядим на уровне лучших команд. Не менее серьезно к подготовке подошли и представители Ирана. Но для них эти соревнования в первую очередь повод укрепить дружбу двух народов. Чтобы обменяться ценным опытом профессиональной работы водолазов. Мы тут о многом узнаем. Россия – великая страна, особенно в военном плане. Здесь действительно многому можно научиться. Самое главное для нас на этом соревновании – это дружба между Россией и Ираном. Это ведь состязание. Пройдет время – оно закончится, а дружба останется. Открытие игр сопровождалось торжественным представлением. Сперва зрителям показали зрелищные трюки с использованием флайборда. Доски, позволяющие парить он морем за счет реактивной силы потока воды. Но настоящее представление было еще впереди. Во время открытия игр на пришвартованный к берегу корабль напали пираты. Весь личный состав корабля попал в плен предполагаемых преступников. К спасению заложников приступили незамедлительно. Как говорит командующий Черноморским флотом Александр Викторович Витко, международные игры по подводному многоборью не имеют аналогов. Россия в этом плане является первопроходцем. Для организации состязания такого уровня пришлось серьезно подойти к оформлению учебного центра. Потенциал этих игр очень большой для развития. К сожалению, мы космос знаем, ближний гораздо лучше, чем глубину океана. И потенциал этот заключается в расширении глубины проведения данных соревнований. В технологических моментах новое оборудование, необитаемые аппараты. То есть развивать эти соревнования еще можно долго и очень интересно для всех. Соревнования будут проходить ежедневно со 2 по 9 августа. Участники будут состязаться в подводной борьбе, плавании с аквалангом, подводными поисковыми работами и другим дисциплинам. Кирилл Попов, Анатолий Паньков. Все в информбюро.